Итак, мы продолжаем 41-ю главу, еще книги. Саш, можешь передать сюда? Да, еще одну. Спасибо. Мы почти закончим. Да, но я не думаю, что мы сегодня успеем закончить. Там сложная тема сегодня. Итак, 254-я, правильно? Да. Там есть еще книжки. Давайте вкратце повторим содержание предыдущих серий. И на прошлом уроке, в общем-то, я не хочу возвращаться на всю эту главу. Это одна из самых длинных глав в книге и одна из самых важных глав в книге, которая говорит о идее боязни перед Всевышним, трепетая. И сейчас мы обсуждаем на тему мистера Снефиша, самопожертвование, так сказать, то есть готовность отдать свою жизнь во имя Всевышнего. На позу в прошлом уроке мы закончили тем, что, в общем-то, высшее проявление близости со Всевышним – это самопожертвование, самоотречение, так сказать. И здесь есть несколько аспектов. Во-первых, есть такое понятие, как бетуль. Что такое бетуль? Бетуль – это как бы аннулирование самого себя по отношению к какой-то высшей цели или не высшей цели. Это работает и взаимоотношение между людьми, это работает отношение между евреями и Всевышним. И кроме того, как бы сам поступок, когда ты поступаешь со своими интересами, он называется мистерус-нефиш. Мистерус-нефиш – это очень важное понятие. Выдушкайте, мистерус-нефиш в своем классическом понимании, то, что мы знаем, это когда евреи ради своей веры, ради того, чтобы не отвечать от Всевышнего, они шли на смерть. То есть в этом были разные проявления. В Талмуде описано даже, что наши мудрецы, когда их заставляли носить греческие сандалии, они готовы были пойти на смерть только, чтобы не уподавляться грекам. Мы приближаемся к празднику Ханука, где евреи подняли восстание против заведомо более сильного противника, опять же, только чтобы не поступить со своей верой. Или евреи, которые сгорали на кострах, опять же, для того, чтобы не поступать своей верой. И в таких случаях миллионы на протяжении, к сожалению, на протяжении всей нашей истории, мы почему-то для всех остальных народов и для всех остальных религий особо лакомый кусочек. Ну, это очевидно почему. И все почему-то считают, что нам нужно переходить в их веру. А когда мы этого не делаем, они очень этому удивляются. Но на более бытовом, на повседневном уровне, то, что мы говорили на позапрошлом уроке, миссирус нефеш, самопожертвование, оно работает и в простых вещах. Это человек, который молится вместо того, чтобы идти в кино. Или идет заниматься торой вместо того, чтобы смотреть телевизор и так далее. То есть, самый наглядный пример, о котором мы говорили раньше, это идея молитвы. Почему? Потому что молитва была установлена вместо жертвоприношения. Так как три раза приносили жертву в храме в будние дни, точно так же мы три раза молимся. Теперь, что такое молитва? Молитва, это basic, это то, что ты берешь, что свое время используешь, жертвуешь Всевышнему. На самом деле, это не совсем правильная концепция, что значит, ты жертвуешь свое имя Всевышнему, которое он тебе сам дал. Тут это не совсем правильно. Но, точно так же, как же время жертвоприношения приносили в жертву животных, точно так же и здесь мы действительно приносим в жертву. Что же свое животное начало? Мы поступаемся интересами своего животного «я», и, так сказать, наша жизнь управляется именно за счет мысли, речи и действия, в которые одета наша божественная душа. Соответственно, для каждого из нас заступен этот мастер Уснефиш. Теперь, на прошлом уроке то, что мы говорили, что идея приближения по Всевышнему не обязательно идет речь о том, что ты занимаешься полным самоотречением. Почему? Потому что, почему идет о полном самоотречении? Любовь – это состояние, которое преследует, и цель любви – это сближение. Так, теперь максимальное сближение может быть тогда, когда тебя нет, что имеется в виду. Все то время, что ты любишь кого-то, всегда есть ты, я и кто-то, кого ты любишь. Или это будет Всевышний, это взаимоотношение между людьми, неважно, или это будет шоколадный йогурт, неважно. Но есть ты и шоколадный йогурт, есть ты и Всевышний, есть ты и другой человек. Все то время, что есть я, есть две инстанции, то ваше сближение ограничено настолько, насколько вы можете сближаться с этими две инстанциями. Теперь, все то, соответственно, полноценное сближение тогда, когда ты откажешься от своего «я». Меня нет. Да, гурничное. Это полностью сближение со Всевышним, это полный контакт. Что? Откажешься от чего? От самого себя. То есть, нету тебя, который любит, а есть просто любовь. Идет речь именно только о любви, не о трепете. Теперь, не каждому это доступно. Мы не все специалисты взаимоотношения со Всевышними. Поэтому, говорит Алтареба, что в просто выполнении заповедей в том, что мы поступаем со своими собственными, личными, животными, интересными для того, чтобы выполнить какое-то хорошее дело, мы косвенно, а может быть и напрямую, достигаем этой цели. Теперь, что нужно сделать, чтобы в тот момент, когда мы сидимся учить Тору, в этот момент это расценивалось, как будто бы самопожертвование, как будто бы самоотречение, аннулирование самого себя по отношению к Всевышнему. Для этого нужна Кавана. Для этого нужна то, что мы называем намерение. Это то, что такое Кавана, мы учили в предыдущих главах. На прошлом уроке, последнее, что мы сказали, что необходимая Кавана должна быть в том, что, если мы будем говорить о молитве, первая необходимость, это, так сказать, get with God personal. Когда мы, помните, мы в конце уроке говорили о благословении. Говорим, баруха та ашем. Что значит баруха та ашем? Ты, Всевышний нас, мы с Богом на ты. В этом Кавана заключается в том, как мы учили на прошлых уроках, что когда ты, допустим, приходишь к молитве, ты должен представить, что вокруг тебя только лес, никого больше нету, и только ты можешь что-то сделать. И только ты, имеется в виду, что только ты и Всевышний, ничего больше нет. Это имеется в виду не в том, что у тебя такие близкие с ним отношения, а имеется в виду, что какая ответственность на тебе, что ты молишься за всех, за весь мир. И тогда ты должен быть тет-а-тет со Всевышним. В этом идее, в благословениях, о которых мы говорим, в этом идее Шмунайса, молитвы, самой персональной, если кто-то помнит, Шаббаса всегда говорил, it's your personal talk with God, поэтому мы говорим ее шепотом. Почему? Потому что она состоит из благословений, это именно та молитва, в которой мы обращаемся на ты. Теперь молитвы есть разные. Есть молитвы, которые основываются на дистанции, как, например, все псуки дозимы, все псалмы, которые мы читаем. Почему она не основывается на дистанции? Потому что что мы делаем, например, в псалму? Мы восхваляем Всевышнего, мы говорим о том, какой великий Всевышний. То есть, когда мы говорим о величии Всевышнего, мы, естественно, устанавливаем дистанцию между собой Всевышним. С другой стороны, именно кульминация дистанции – это шма. Когда мы говорим шма, мы просто декларируем. Это не молитва, это декларация, это объявление, что Бог один. Но, посмотрите, как интересно, это одновременно подчеркивает то, что нас нет, Бог один, больше никого нет. И эта кульминация дистанции переходит в любовь, если основная кавана во время шма и псалмум псуки дозимы должна быть в трепете перед Всевышним, когда она достигается кульминация во время шма, она переходит в любовь, начинается сближение. И максимальное сближение, если мы говорим о молитве, это молитве шма наису, где вся молитва устроена в первом лице обращению ко Всевышнему. Баруха Таши, благословен ты Всевышний наш. Окей. Давайте продолжим. Еще одну вещь только напомню, что мы говорили на прошлом уроке, что очень важно, когда ты подходишь к молитве с такой каваной, после этого, мы говорили о изучении Торы, помните? Что нужно устанавливать для себя время для изучения Торы. Именно после молитвы. Почему? Потому что пока ты завел себе эту кавану, молитва пролетела как по маслу, то, как говорится, куча железа пока горяча. Это все нужно воплотить в изучение Торы. То есть та кавана, которая у тебя была в молитве, выработалась в молитве, перед молитвой, затем в молитве, после этого ты переносишь в изучение Торы, то есть как бы от заповеди к заповеди. Это очень важный принцип. Кстати, именно поэтому принято обрезание делать рано утром. Знаете почему? Сразу после Шахарса. Принято, что отец даже не снимает филин во время обрезания ребенка. Почему? От одной заповеди к другой заповеди. Одно тянет за собой другое. Один и другой. Как что значит весь в заповеди? Это что-то новое. Ну, что евреи должны быть весь в заповеде. Что кипа должно быть до пейс, пейса до бороды, борода до цицис, цицис до милы, а мила до земли. Весь в заповеде. Окей. Поехали дальше. То есть тебе осталось только... Дальше. Мы начинаем читать. Не читайте на русском. Это вредно. Дальше. И также посередине дня. Да, если мы говорили до этого о утренней молитве, о молитве Шахарис, что ты готовишься. Мы говорили, почему важно устанавливать время для изучения Торы. Потому что человек, который занят заботами о своей семье и не может все свое время посвятить изучению Торы, то если он железно устанавливает для себя время для изучения Торы, то ему это защитит... А все остальное время занимается содержанием семьи, ему это защитит только изучение Торы целый день. Для неженатых, но неженатых это не распространяется. Как говорил мой Решива, для Бохра в Юшиве, в Бейст оф Тайм есть такой большой запрет. Битуль Азман, да, запрет на трату времени. Мы сегодня, кстати, будем об этом учить, почему это так важно, не тратить время зря. Мой Решива, один из моих Решива, говорил о том, что... Он говорил о том, что для Бохра Битуль Торы начинается уменьшенно открывать глаза утром. Окей. Поехали дальше. И также посередине. Перед тем, как начнет учиться, у него должна быть подготовка, как минимум. Какая-то подготовка, да, то есть подготовка в трепете... То есть подготовка в том, что ты хочешь ближе ко всему. То есть что-то basic. Реброяд пишет о том, что сегодня все эти каванод, которые описаны в каванодистических книгах, там, каванод Аризар, они для нас сегодня недоступны. Есть, не преувеличивающие, сотни книг, которые написаны о том, какие должны быть каванод. Да? То есть намерения во время молитвы, во время каждой заповеди, о чем нужно думать и так далее. Да? Но мы люди простые, да? Знаете, в этом анекдоте, о чем вы думаете, когда смотрите на кирпич? Да. То есть так же и так. Ну, не можем мы постоянно оставаться сконцентрированы. Более того, постоянно оставаться сконцентрированы на Всевышнем, на том, что Бог большой, что мы его боимся и любим, это доступно только праведникам. Даже они постоянно находятся, как мы учили раньше, в этом определенном состоянии нирваны. Для средних даже, эта книга написана для средних, сейчас мы как раз будем говорить о средних, это состояние, которое ты должен в себе постоянно пробуждать. А мы стремимся к тому, чтобы быть средним. Нет, может кто-то достил, я буду говорить о себе. Стремлюсь к тому, чтобы быть средним. Да? И Алтарев говорит, что здесь важная такая война не только, когда мы говорим утром, когда шахарис, или вечером, когда марис. Почему он подчеркивает именно посередине дня? Он говорит здесь изучение тора, но это тоже самое касается молитвы Минха. Почему считается, что молитва Минха самая тяжелая молитва? Она самая короткая, но она самая тяжелая. Почему? Нужно охарматься. Exactly, да? Утром мы все встаем рано, утром в 6.30 утра идем на молитву, одеваем фильм, все. Ну, гей, я хорошо вас думаю. Я сам не стою в 6.30, не волнуйся. Я молюсь в школе в 9.30. Да? В 8.30. Да, но мы это делаем до того, как мы начинаем свои дела. После этого ты занимаешься своими делами вечером, когда закончат дела, ты молишься о Марио. Минха, это нужно посередине прерваться или заняться. Поэтому он подчеркивает здесь именно посередине дня. Да? Потому что, когда ты отвлекся, вернуть это, по идее, ты должен выработать себе это состояние. Выработало состояние о том, что ты выполняешь заповеди только потому, что это заповеди Всевышнего. Как мы говорим, лошем ехуд. Для единения имени Всевышнего. Это, на самом деле, основная причина, почему мы должны выполнять заповеди. Да? Кому-то нужно вначале сказать, как мы говорили, что нужно выполнять заповеди, потому что это хорошо. Для порноса, для секса, для чего угодно. Но, на самом деле, как говорится, из того, что из корысти приходит бескорыстие. Если правильно перевести на русский. По этой причине детей в школе, как начинают учиться? Конфеты. Когда ребенок начинает учить алфавит, ему буквы, ему буквы намазывают медом. И каждую букву, которую он выучил, он облизывает этот мед. Почему? Что, во-первых, дети не будут просто так сидеть и учить Тору. Им нужна мотивация. Это конфеты. Кроме того, не только нужна мотивация, как конфеты, но, по-простому, это для того, чтобы сладкий вкус оставался, позитивные эмоции от изучения Торы. А мы, большие дети, нам нужны большие конфеты. Поэтому нам нужно показывать гораздо большие конфеты для того, чтобы мы начали это делать. Но, как говорится, сама заповедь, она облагораживает. И в тот момент, когда ты начинаешь это делать за конфету, в какой-то момент ты приходишь к тому, что ты делаешь не за конфету. И Алтарабе говорит, что если ты уже знаешь, что нужно делать не за конфету, но на самом деле тебе все равно хочется делать за конфету, то хотя бы перед молитвой, перед изучением, тот должен подумать, что ты хотя бы подумать, хотя бы проговорить себе, так сказать, как эту мантру, какие-то слова, что я выполняю заповеди для того, чтобы объединить имя Всевышнего, Ашхина, Ашхина и Еврейский Нев, что это все одно целое. И моя заповедь, как мы говорили, это только замыкание сети для снисхождения Божественного Света и поднятия ему наверх. Так? А? Глухая, называется, конечно. И здесь Алтарабе говорит очень важную вещь. Так как известно, и мы это обсуждали уже и в предыдущем, в 14 главе это было, что главное в подготовке это то, чтобы она была во имя Всевышнего во время изучения Торы. И если не было подготовки к изучению Торы, что ты изучаешь Тору Всевышнего, то это не считается изучением Торы. То есть, если ты подходишь к изучению Торы как серьезному академическому тексту, как памятнику литературы, как историческому источнику, это все не считается изучением Торы. Твое выполнение заповедей как изучение Торы и вообще можно получить, так сказать, то, что тебе положено за изучение Торы, а положено очень много, оно работает только тогда, когда есть минимальная подготовка. Это может быть мгновение, когда ты говоришь, я сажусь сам, достаточно хорошо, на самом деле, как-то не выглядит смешно, себя просто запроговариваю. Да, мы сейчас будем говорить, приведем пример с этим. Субботом мы учим Тору, мы себе готовим молитву. А не в субботу лыхаем, я знаю, Марат. Хотя бы так, если ты не можешь просто себя настроить эмоционально, интеллектуально, в том, что ты учишь Торы, потому что это желание Всевышнего, потому что мудро Всевышнего, и так, для изучения, дал нам заповедь изучения Торы, это что написано, чтобы учить Тору днем и ночью и так далее, в этот момент, если ты не можешь это себе просто интеллектуально, то хотя бы проговори. Я видел людей, у которых есть записочки, да, там в Хитосе, да, то, что он учит, учит Хитос каждый день, у него закладка лежит, Хитос это хумашты лимитани, это три книжки, которые в Хабаре приняты, да. У него, известно, написано, лыше михут куча приу, да, во имя единения имени Всевышнего, во имя и так далее, да. Это, без этого, тебе не защита Запада, чем и Тора. Более того, если мы говорим, если мы говорим о том, что одно противовесо другого сотворил Всевышний, имеет, то есть, там же, где есть большая святость, обратная сторона медали, это очень большая нечистота, так. Соответственно, если ты изучаешь Тору не как выполнение заповедей, выдавка специально не как выполнение заповедей, то ты добавляешь, если говорить образно, добавляешь на столько энергии нечистоту в этом мире, что представить себя очень сложно, да. И, к сожалению, я приводил это, например, давно, когда мы учили, что Иерусалимский университет был основан в 1924 или 1927 году, я уже не помню точно в каком, и первый факультет, который там был, это был факультет Талмуда. Почему? Потому что вся идея была, это в том, чтобы как бы посоздать университет противовес Ешивы. Тем не там никто не учится на этом факультете, да, то есть факультет Итыша уже закрыли в университете. Но, бейсикл, идея была в том, что создать противовес Ешивы. То есть, что он говорит? Что если у тебя нету правильной подготовки к изучению Торы, правильной каваны в изучении Торы, в этот момент, тем самым, ты не выполняешь заповедей изучения Торы. Более того, есть подобные законы из других вещей в молитве. Это закон Шухонорухи. Если ты не был сконцентрирован, не думал хотя бы о значении слов, в момент того, что ты произносишь первые три благословения Шмана Исра, Меды, тебе нужно молиться заново. Ну, на начало, в общем-то, в основном... Хватает. Потом это уже сложило. Окей. Обратите внимание, Алт-Ребет здесь говорит, что это обязательное требование к бейнуним. То есть, а что такое бейнуни? Бейнуни – это уровень достигжимы для любого человека, соответственно, он приближается ко всем нам. Теперь праведники исключены здесь. Не потому, что к ним нет этого требования, ему это требование не нужно, они постоянно находятся в этом состоянии. Это значит быть правильным. Им не нужна эта подготовка. Да? И он приводит привет. Алт-Ребет приводит привет. Кмобы Гет в Сефер Тора. Как в Гете или в Сефер Торе. Все знают, что такое Гет. Гет? 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 Разводной договор. Да? Я просто... Два слова. О том, что к Гету есть гораздо, гораздо более строгие требования к этому контракту. То есть, разводной контракт, если так можно сказать, чем к Тубе, который является брачным контрактом. Гет должен быть написан от руки Сойфера. Его пишутся только в суде. К сожалению, мне здесь... А? Ну, в суде имеется в виду, когда есть суд. Три человека. К сожалению, мне здесь приходилось этим заниматься. Даже пару раз сам сидел в суде. Но там очень сложная процедура. Это отдельный суд. Да? Так он говорит, что... Такой же самый закон о том, что подготовка, намерение выполнения заповедей, если оно неправильно, то заповедь не считается выполнена. Но есть в Гете в Сефер Торе, когда пишут Сефер Тора, что имеется в виду? Шет срихим лешма лаакев. Да? И что они должны быть во имя выполнения этой заповеди. То есть, это уже закон, да? О том, что... Если Сефер не хотя бы говорит в начале того, что он пишет Тору, начинает писать Тору. Каждый день. Он не... Каждый момент, что он садится писать Тору, он говорит, что «Лешем активат Сефер Тора» во имя написания Сефер Торы, это Сефер Тора не считается кошерным. Кто его проверяет? Не знаю. Поэтому платим много денег Сеферам, чтобы покупать Сефер Тору у тех, кому ты доверяешь. Окей? Потому что вообще все еврейские профессии это... То же самое. Все еврейские профессии это люди, которым ты должен доверять. Это люди, которым ты должен доверять. То есть... Это контант, лор... Нет. Это, допустим, Шохи. Если мы приверем пример Шохи. Знаете, что, к сожалению, есть определенные супровизионы, которые это не практикуют, но все нормально супровизионы практикуют. Если Шохи сам не ест свое мясо, то это мясо считается не кошерным. Если Шохи вегетарианист, то... Вегетарианист не может быть Шохи. Потому что он должен... Что имеется в виду? Что если Шохи не доверяет самому себе в том мясе, в том мясе, в котором он сам... Он не доверяет, он ест не свое, а чужое. А если он вообще сказал... Так тогда зачем животных мучить? Не, ну на самом деле вегетарианист... Шохи не может быть вегетарианистом. Вообще по еврейской традиции вегетарианец это... Это... А? Я только начал говорить. Потому что по еврейской традиции Шохи это не совсем нормальное состояние. Вегетарианец не совсем нормальное состояние. Потому что есть момент, когда мы обязаны кушать мясо. Именно поэтому у нас есть время, когда мы не должны кушать мясо. Да? То есть... У меня есть один друг, который всю жизнь был вегетарианцем. Потом он стал религиозным, пошел учиться в Ишиву. И он не ел мясо. И наконец-то Ишива его говорит, что нужно есть мясо. Он сел на шаббас, взял поднос, на котором лежало шесть порций курицы и все их съел. Я не знаю. Я не знаю. А кто решает? Курица ему... Как вы знаете, плохо или хорошо? Нет, вначале должно было быть плохо. Кавана, если есть кавана... Но после этого он не ест мясо всю неделю и только на шаббасе на празднике. Он ест мясо, потому что... Это... Более того, для мужчины, в особенности, Гемор Апсохим пишет, что расширяет разум мужчины для восприятия слов Тора. Три вещи. Вино, мясо. Я переведу дословно. Ароматное вино, жирное мясо и красивая женщина. Только человек, который есть эти... Он знал. Ты знал последнюю часть. А он знал, что ли, третью часть. Окей. Окей. Так, и в данном случае в Гетте и в Сеферторе, если не было правильного намерения при их написании, это не считается Геттом и не считается кошерной Сеферторой. Шиумар бетхилат актива арени кутем лошим грушат Сефертура о лишмогу лишмавахулы. И Алтареб говорит, что для того, чтобы Сефертора была кошерной, и Гет был Геттом, развод был разводом, тот человек, который пишет Сефертору, в начале того, что он пишет Сефертору, должен говорить о том, что я делаю это во имя заповеди писать Сефертору, и это не только в этом, Мизуза, Тфилин, Цицис, когда ты завязываешь, ты должен каждый раз, когда по нашей традиции каждый узел, который ты завязываешь на Цицис, ты должен говорить Лишем Митсват Цицит, во имя заповеди Цицис. Знаешь, ты не занимаешься макраме, там делаешь Цицис. И точно так же во время Гетта человек, Софер, который Гет пишет Софер, то есть есть три судьи, и Софер, который составляет Гет, гусиным пером, все дела, он должен сказать, что он, перед началом того, что он пишет Гет, что он пишет Гет для этого мужчины, чтобы он развелся своей женой. То есть он должен назвать имя, для кого он это пишет. Что-что? Доверять? На его совесть? Ты понимаешь, да, это, конечно, это, конечно, я, все Гетты, которые я видел, я видел, что Софер произносил это слово. Слух, да? Да. Такой старенький был Софер, который у него такой чемоданчик у нас скрывал. Цицис же женщина шли, где? Нет, ты путаешь, тахрихин, саван, шьют женщин, пожилые женщины, которые уже не бывают. Я не про саван говорю, я говорю про цицис? Нет, нет, ты говоришь о талисе, ты говоришь о талисе. А узелки, которые ты завязываешь? То есть это отдельно? Это отдельно, конечно. Нет, я не про талис говорю, я говорю про... Желательно тоже сказать. Про катан. Лешем митсвас цицис. Я говорю про катан. Но ты говоришь про одежду. В заповеди нет носить одежду. Есть заповедь на четырехогольную одежду вешать цицис. Для того, чтобы выполнять эту заповедь, мы поэтому носим цицис. Проходите в чему-то цеплят. То есть это делают мужчины? Отдельно, да. Ты ничего не нарушаешь, но ты не выполняешь. Дальше. Дальше. с софером он не был. Софер Тору она большая. Он не может оставаться постоянно сконцентрированным все это время. Так? Точно так же в любой вещи. Ты не можешь... Нормальные такие люди, как мы с вами, пока не могут оставаться сконцентрированным на той работе, которую он делает. Да, есть соферы, но я знаю, что эти соферы... Я знаю про одного софера в Хархабаде, но я никогда не слышал, что он писал софер Тору. Я знаю, что Мезуза и Тфилин он пишет, и каждый раз, когда он доходит до имя Всевышнего в Мезузе или Тфилин, он останавливается, идет в микву, возвращается, продолжает писать. Доходит до следующего имени, останавливается, идет в микву и возвращает писать. Поэтому у него немножко времени. А? А можно в микву писать прям? Ну да. А можно купить? Можно. Ну, для твоей подаёшь. На всё и своя цена? Да. А вот в микву не жирает. Партини. Женский. Есть и в микву. Окей, Стив, мне предложили его Рубейну там за 1050 долларов. Это стил. От этого сайта? Да. Это же полтора дешевле. 1050 долларов? Не, о чём ты говоришь? Думай. В Нью-Йорке ты ещё 500 стоишь, знаешь? А я не знаю, что мы сейчас... О чём ты говоришь? От филин, вторых твилин. Окей, дальше. А? По-моему, алтарэба. Ну, я могу уточнить. Если ты заинтересован, могу уточнить. Окей. Ай, дальше. Теперь. Что же касается человека, который сидит... Теперь. Как мы... Господа, давайте вернёмся к нашему барану. Сейчас очень важный момент. Естественно, кавана, вот эта вот настояна, концентрация, она не может оставаться всё время. Даже, видите, мы, даже когда вслух говорим, отвлекаемся на разные там другие вещи. Да? А тем более, человек, который сидит, допустим, в решиве целый день учится. Он не может сохранить постоянно эту кавану. Есть моменты, в которые не просто нам нельзя отвлекаться на эту концентрацию, а более того, нам нельзя концентрироваться на этой каване. Что имеется в виду? Если человек изучает... Даже если мы говорим о изучении Тору. Если человек изучает Тору, и он учит какую-то алоху, закон, какой-то, как мы учим на уроках гемора. Если мы будем постоянно в себе проговаривать, вырабатывать вот это, медитировать на том, что мы выполняем заповедь для того, чтобы ближе быть со Всевышним, для объединения божественного имени и шхины, и божественного присутствия еврейских душ, и так далее, мы замыкаем эту сеть, то для нормального взрывомысливого человека будет недоступно, кроме этого, еще понимать, что написано в геморе. Понимаете, о чем я говорю? Нам не можем разделить свою умственную деятельность. Более того, есть вещи, которые запрещены. Запрещено во время этого думать о каване. Человек, не дай Бог, который делает обрезание. Да, если, что говорят, по-моему, перед обрезанием, молит, говорит, там, наше мяхуд, куча бреу, там, говорит все эти медитации, но, что, когда он делает обрезание, он делает обрезание. Был со мной, как Рабе Коэн, да, он тебе там рассказывает на три короба, пока он делает обрезание, да, когда мы говорим о взрослом человеке, он тебе рассказывает, каким бизнесом он только не занимался, и все, ты сам видел, да, но перед этим он говорит, ему запрещено начинать медитировать во время обрезания, да, а то случайно зажимом зашьют, не дай Бог, да, но нужно постоянно, так сказать, рефреш, и поэтому Алта Рабе здесь говорит о том, что каждый час нужно заново, так сказать, возбуждать в себе эту Ковану, возбуждать в себе это намерение. Теперь, очень важно понять, что самый, так сказать, напряженный момент, это момент перехода от Кованы к действию. Нет, не идет о расслаблении речь, идет о том, что когда ты настраиваешься на то, чтобы выполнять заповедь Филин, да, это подготовка, но подготовка будет, останется подготовкой, если ты не перейдешь к действию, то есть, есть момент, переход, это очень важный момент, переход, от Кованы к действию, почему, потому что человек засоряет, очень, соответственно, да, когда, это, соответственно, переход, как бы, это, на самом деле, переход на другой эмоциональный уровень, это переход на другой духовный уровень, любой переход на другой уровень всегда чреват, как, по-моему, эта история про Ребра Шаба, он говорил Маймор, я уже не помню какой, и известно, что человек, Ребе, когда говорит Маймор, он вообще уходит из этого мира, поэтому к сожалению, было доказательство тогда, когда у Ребы был первый сердечный приступ, и если не ошибаюсь, это было в Шабос, то у последнего Ребы, когда был первый сердечный приступ, то он должен выйти обратно к Хасидам, которые ждали, что он будет говорить Маймор, как это было в Шабос, это пишет его врач, и врач, который там его приводил в чувства и так далее, он запретил ему выйти, и в общем, там долго с Ребе договаривались, они договорились, что врач подключит, он выйдет как бы только из своей комнаты, то есть врач будет сидеть со всеми датчиками, он будет подключен, если не дай Бог что-то, там поделит под давлением, ну я не знаю, пульс падает, то его сразу забирают, он прекращает. На этом договорились, и врач пишет и рассказывает, что Ребе вышел, он начал говорить Маймор, пульс начал падать. Врач выходит, Ребе говорит. Был какой-то момент, когда пульс был прямой линией, он выбегает, забирает, Ребе говорит. Постепенно, когда Маймор заканчивается, пульс начал расти. И вернулся в норму тогда, когда, да, сам врач это описывает, но это нужно быть большим специалистом, чтобы уметь безболезненно переходить это состояние. Платочек. Платочек, он всегда, нет, он под столом всегда терпел, бахраму, плотно, он всегда держал что-то в руках, чтобы остаться в этом мире. Переход из одного состояния в другой, это очень тяжелый момент. Рассказ, как я начал говорить, по-моему, это про Ребра Шаба, который говорил Маймор. И после того, как он говорил, сказал, закончил говорить Маймор, обычно Ребе не смотрел, когда Ребе не смотрели в зал, когда говорили Маймор. Он говорил Маймор, все его слушали. Когда он закончил Маймор, поднял голову, он закричал собачьи рожи и упал в обмор. Он закричал собачьи рожи и упал в обмор. не вопрос то, что ушел это тоже состояние, которое на самом деле между кованой возбуждением кованы и переходом к действиям, поэтому когда ты делаешь, тебе не нужно говорить а правильно ли я думаю это очень важно но сейчас это момент действия действовать нужно делать, думать нужно было раньше, но как Алтеров здесь пишет что есть определенное состояние, в котором, то есть не состояние а дела, которым мы занимаемся где ковану нужно все время пробуждать допустим, когда ты учишь Тору целый день сидишь и решишь, и у тебя каждый час Алтеров не просто так говорит об этом каждый час нужно останавливаться и заново пробуждать себе эту ковану почему он говорит именно каждый час на самом деле здесь Алтеров затрагивает очень важную концепцию понятия времени в иудаизме что такое время в простом физическом мире время меряется равными единицами минутами, секундами, часами, днями, неделями С физической точки зрения, или статистической, если так можно сказать, то нет никакой разницы между 60 секундами в одной минуте и 60 секундами в следующей минуте. С математической, физической, статистической точки зрения нет никакой разницы. Но в нашем понимании нет ни одного похожего мгновения. Более того, то что мы знаем, что каждое мгновение Всевышний творит этот мир заново. И именно то, как Алтареба это затрагивает, что заново нужна новая каванна хотя бы каждый час, если ты не можешь постоянно находиться в своем состоянии, это объясняет, что значит Всевышний творит этот мир заново. В еврейском понимании время – это не отдельное измерение реальности. Реальность меряется местом и временем. На самом деле мы часто упоминали о том, что все, что относится к этому идеальному миру, можно измерить двумя критериями. Время и место. Если мы можем по отношению к любой вещи в этом мире задать вопрос, где и когда, это значит, что оно относится к этому материальному миру. Даже не в нужное время, не в нужное место, но все равно это время и место. Но на самом деле нету разрыва между временем и местом. Что имеется в виду? Что каждое мгновение, оно относится к определенному месту. Имеется в виду, что каждое мгновение – это совершенно другой мир. Энергии, листва на деревьях. Ваш взгляд. Абсолютно верно. Каждое мгновение, и это объясняет то, что Всевышний творит этот мир, каждое мгновение. Каждое мгновение – это другой мир, другой environment. Поэтому, алтарь бы говорит, что нужно каждый час хотя бы пробуждать себя в новую каванну. Почему? Потому что один час – это одна каванна. Даже если ты медитировал над тем же самым. Но в следующий час – это совершенно другая каванна. И поэтому еврейский день, он тоже делится весь время, когда… Почему мы не говорим шма, утренняя молитва, шмунайса, шахарис? Можно говорить до такого времени. Почему? До какого? Каждый день это меняется. Посмотри в календаре. Почему? Потому что шма и строительство. Шма и шмунайса. У каждого есть свое. Почему есть свое время? Если это заповедь Всевышнего, если это так важно, то какая они с вами говорили? Почему? Нет. Почему установлены временные рамки? Потому что каждое время, оно другое. Каждый момент, он другой. Есть время для этого, если то, что ты имеешь в виду, но не совсем в этом контексте. То есть, есть время для шма, есть время для шмунайса. На мой взгляд, в Торе, самый лучший для этого пример, который вообще, будем говорить скоро недельную главу, это будет, а, почему скоро? Следующая недельная глава мы будем читать. Нет. Про Йосифа. Когда его кинули в яму. Это следующее. Следую. Сейчас, выезжай, выезжай, да? Сейчас мы будем читать. Да, 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 выезжай. Почему? В той же главе, где... Секунду. Что? Что? Объясняйте, что это причина, почему Рубан потерял свое первородство. Помните? В начале было... Ну... Он хотел подумать, как бы это самое... А? Сроку не дарил. Не-не-не-не-не-не. У него была там история, там эта длинная, что отдельная история с... Сравы... Он делал что? Он раскаялся в том, что он сделал женой своего отца. На самом деле, ничего там не сделал. Там интересный комментарий, да? Как я сын твой из той же серии, но это отдельная история. Да? Да. Он... Дело, что он рассказал, о том, что он сделал. Когда Йосева бросили в ребенок... Йосева бросили в колодец, то написано, что это колодец там с пауками и змеями, нету там воды. Имеется в виду... Рэб объясняет, что имеется в виду, что это еврейский ребенок, который был в опасности. Что сделал? Пошел делать Рубан. Нет. Нет, ну, первично... Рубан сказал, подождите, бросьте его в яму. И что он пошел делать? Собирался и вернулся. Он пошел молиться. Да, он собирался, вернулся, он пошел молиться. А Рэб говорит о том, что нету времени молиться, пока еврейский ребенок сидит в яме. Поэтому Рубан... Именно из-за этой ситуации, потому что всему свое время. Если когда нужно молиться, это время, когда нужно спасать еврейского ребенка. Именно поэтому Рубан потерял свое первородство. А кто его получил? Почему? Иуда. Потому что он сказал, он говорил, ребята, слушай, что мы его там оставим, давайте его продадим, заработаем и так далее. Подожди, первородство получил Иосиф, Иуда получил престол. Первородство, имеется в виду, что он стал царем, род царей. Это первородство называется? Право... Не, первородство имеется в виду... Цари должны быть первенцами, первенцы точнее. Если бы... Нет, если бы... Если бы не было этой истории, то Рубан был бы... От Руна пошла бы династия царей. А так она пошла от Иуды. Он не... Он не думал, он не думал. Он навдан для него было бы, может быть, он сказал не совсем правильные вещи, он неправильно себя повел там с Тамар, и все, но тогда, когда еврейский ребенок сидит в яме, нет времени на хешбойность, нужно сделать все, чтобы его достать. Он сделал все, чтобы его достать. Да, его можно критиковать, он человек, он сделал много не очень кошельных вещей в отношении к нему, но он сделал все, чтобы достать у ребенка, а он пошел молиться. Очень многие оправдывали таким образом, пока евреи в Советском Союзе сидят в яме, что называется, многие говорят, что молиться даже работает над их вытаскивать. Было куча конфликтов. Да, вообще был конфликт с Рэбой по этому поводу и так далее. Таким образом, Алта Рэба говорит о том, что в каждый момент мир становится другим, и для каждого момента своя кавана. Если говорить такими более спиричальными понятиями, то действительно каждый момент в этот мир спускается совершенно другая энергия. И, соответственно, рамки восприятия, способ восприятия этой энергии нами должен быть тоже совершенно другой. И это как раз объясняет то, что мир творится заново каждое мгновение. Давайте дальше. Еще чуть-чуть. И это новое снисхождение Божественного Света из высших духовных миров для того, чтобы оживить наш низший материальный мир. То есть, что такое творение? Что такое творение? Вы объясняли это уже? Есть. Есть. Творение – это когда создаются рамки, которые наполняются чем-то. Создаёт сосуд, который наполняется содержимым. Форма и содержание. Так? Каждое мгновение создаётся новая форма. Почему? Изменение времени даже в нашем материальном мире время и пространство меняется каждое мгновение. Соответственно, есть и новое содержание, которое наполняет эти рамки. Но на самом деле иерархия совершенно другая. Из-за того, что Всевышний 7 пятниц на неделю. Или, может, я неправильно использую эту поговорку на русском, но имеется в виду, что каждое мгновение, то, что он творит этот мир, он спускает в этот мир совершенно другой свет. Соответственно, должны быть совершенно другие рамки, которые этот свет воспринимают. Это своего рода ритм. Ритм мироздания. Пульс. И здесь именно об этом говорит И в тот момент, когда спускается новый свет, старый свет поднимается наверх. Как мы знаем, есть такое кавалитическое понятие рацо вешов. Вниз, можно перевести вниз-вверх, вперед и назад. Это и есть ритм творения мира. Пульс сердца, удары сердца, все, прилив, отлив, это все тот же самый принцип. Что имеется в виду? Спускается свет в этот мир, он одевается в определенные рамки. Кто должен воспринимать этот мир? Никто другой, кроме нас. За счет чего мы воспринимаем этот свет, ссоре? За счет чего мы воспринимаем? За счет того, что мы выполняем желание Всевышнего. Всевышнего сказка, вот так вы должны принимать этот свет. Есть 613 заповедей. Изучение Торы. Изучение Торы на интеллектуальном уровне, есть заповеди Торы на эмоциональном уровне. По большому счету мысль, речь и действия. Мы принимаем этот свет и этот свет возвращается наверх уже с тем, что мы ему дали в этом мире. С той Тора, которую мы выучили в это мгновение, с той молитвой, которую мы сказали, с теми добрыми делами, которые мы сделали, он возвращается назад, приходит новый свет, совершенно новые молитвы, совершенно новое изучение Торы, совершенно новое выполнение заповедей, добрые дела. Именно поэтому, говорят наши мудрецы, настолько жестко относятся к такой вещи, как битуль-азман, пренебрежение времени. Трата, пустая трата времени. Потому что, подумайте, это такая вещь. Тот момент, в котором мы что-то не сделали, что мы должны были сделать, он уже не вернется. Не просто он не вернется эта минута, а тот мир, который был в этот момент, он исчез. И, соответственно, то, что мы должны были сделать в этот момент, мы не сделали, мы уничтожили этот мир. Понятно? Давайте, давайте отмечем, просто. Спасибо. Продолжение следует...